Дорогие друзья, сегодня мы снимаем такой долгожданный Lexus GX550 в комплектации Overtrail Plus. Это самая оффроуд комплектация, это самая, можно сказать, дорогая комплектация. Вот, долго мы ждали этот автомобиль, это одна из, наверное, самых ярких новинок этого года. Буквально на прошлой неделе мы запустили видео про его собрата Toyota Land Cruiser Prado 250. Ссылочки на это видео в описании. Вот буквально за выходные уже практически 30 тысяч просмотров. Большой интерес вызывает автомобиль. И сегодня Lexus. Это, можно сказать, лакшери-версия этого автомобиля. Тоже сделаем тест-драйв, обзор подробный и вам все постараемся детально разложить. И обязательно мы потом поставим их рядом и сделаем сравнительный обзор. Вот Toyota, вот Lexus. Вот преимущество этого, вот преимущество этого. Облегчим, как говорится, вам выбор. Ну все, давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Lexus GX. Это, можно сказать, такое лакшери-исполнение хорошего внедорожника. Это рамные с UV. Это уже третье поколение. Первое поколение вышло в далеком 2002-м, хотя какой же это далекий. В 2009-м они сменили, вышло второе поколение. Вот я помню, мы уже тогда, как говорится, активно работали, и это было, наверное, одна из самых экспортируемых автомобилей. Мы много новых отправляли DimaTorzok. Он был DimaTorzok 450 первым поколением, а потом стал 460-м. Дву машины смотрели. То есть это такая, наверное, любимая марка у наших потенциальных клиентов. Буквально до 2024 года GX существовал второе поколение. Анонсировали их достаточно уже год назад, эти машины. Показали. Ну и год мы ждали, когда же они появятся. Ну и я скажу, что, ну, мое мнение, это действительно такой, ну, прорыв реальный. Машина стала еще более оффроуд подготовлена, и в то же время сам дизайн изменился. Она такая вот стала именно вот в стиле оффроуд SUV. Смотрите, здесь стекло переднее практически вертикальное, такая вот квадратная. Ну и в то же время, слушайте, машина получила 33 колеса, когда у Лексуса были 33 колеса. Это, конечно, тяжело сравнивать там с 35-ми у Рубикона или 37-ми у Бронко Раптора, но все равно для Лексуса это большой прорыв. Много интересных решений по машине, по технической части, по салону, по оформлению, вот обо всем, об этом мы сегодня будем говорить. Ну что, давайте, наверное, начнем с двигателя. Все, эпоха, восьмерок у Лексуса ушла, ушла вместе с новым Лексом, который вышел на рынок, это флагман у Лексуса SUV, вот, и за ним уже все остальные машины начали получать, вот, твин турбо, V-образная шестерка, 3,4 литра объем, 350 лошадей мощность двигателя и 650 крутящий момент. Вполне достойный двигатель, мы проехали, очень хорошо себя ведет, ну, мне лично понравился и тяга, и обороты, и как он, ну, шумный, не шумный, то есть, мне кажется, вот, очень-очень неплохой двигатель для этой модели. Я предвижу шум аудитории, что, блин, что вы понимаете, старый добрый, там, 4,6 у него был, это неповторимо, да, конечно, но, ребята, эпоха меняется. Вот, судя по отзывам и комментариям, да, на Toyota Land Cruiser, многие пишут, что это такое старое говно, они ничего не поменяли, все, какая-то старая панель прибора, что вы хотите на оффроуд машине, вы хотите дисплей во всю ширину салона, ну, я считаю, это неправильно. Так вы критикуете оформление салона и в то же самое время вы критикуете то, что двигателя меняется и прогресс движется вперед. Я считаю, это неправильно, хотя согласен, конечно, иметь возможность, там, иметь восьмерку атмосферную, это большое дело, вот, но ради, там, маленького количества клиентов, которые будут эту восьмерку покупать, наверное, они не будут его держать как опционально, но, опять же, норма, экология, это все тоже душит, поэтому ничего не поделать. И здесь 10-ступенчатая коробка передач, ну, то есть двигатель точно такой же, как у 600-го. Ну, дизайн вы видите, кардинально поменяли они, повторюсь, он стал таким рубленным, угловатым, оффроуд, мне лично нравится, опять же, это очень субъективное мнение, решетка тоже, они вроде как и повторили контуры, но нет этой выпуклости, все в убогу того, чтобы легко было мыть и не надо было грязь выковыривать из сот этих. Пойдем дальше. Цвет, очень интересный цвет, этот цвет называется инкагнита, вот он такой серый, модный, это цвет машины, и еще у них earth, это такой цвет земли песочной, красивый, и еще есть вариант крыши в черный цвет сделать, тоже интересно смотрится, но вообще у них и зеленый, вот и много интересных цветовых сочетаний, в этом плане Lexus молодцы. Колеса, здесь полностью оффроуд колеса, у нас это Toya, Open Country, All Terrain, 33-й размер, а 18-е диски, 33-е у нас на 265, на 70 стоит. Ну вот, вот такая у нас резина, подножка, это опция стандартная для овертрейл, вся вот эта вот отделка расширителей, по низу молдинги, такая оффроуд, это тоже стандарт для овертрейл. Вообще интересно, овертрейл шире обычной машины на полтора сантиметра, за счет более широких арок, расширителей, чтобы вместить эти колеса. Машина увеличилась в размерах овертрейл на 11,5 сантиметров, по сравнению с предшественником, по ширине. Колесная база увеличилась на 7 сантиметров, перед и зад до колес, наоборот, уменьшился, чем повысились углы въезда. То есть все оффроуд характеристики реально поднялись. По подвеске мы сейчас будем поднимать машину детально, еще раз посмотрим. Так, друзья, ну что, по традиции, первый раз мы поднимаем машину на подъемник, тем более такую, как говорится, оффроуд подготовленную автомобиль, и покажем вам, как у нас тут все устроено снизу. В принципе, ну, практически не отличается он от Тойоты, вся такая же построение подвески, передняя у нас пружинная независимая подвеска, задняя рычажная неразрезной мост. Но есть кое-какие отличия. Система стабилизации в новом 24-м году, они сделали апдейт, она называется EQDSS, Electronic Kinetic Dynamic Stabilizing System. Раньше было просто KDSS, это была чисто механическая система двухконтурная, стояли два стабилизатора спереди и сзади, стабилизаторы поперечной устойчивости. Они были соединены общим гидравлическим контуром, и на передней и на задней стабилизаторе стоял один цилиндр, который в зависимости от дорожного покрытия, от того, как идет ход колес, блокировал или наоборот разблокировал систему, и тем самым распускал или зажимал стабилизаторы. Вот, сейчас же Toyota пошла дальше, они разделили контуры, теперь контур есть на передний стабилизатор, контур на задний стабилизатор. Каждый стабилизатор работает независимо совершенно, передний может распуститься, задний будет зажат. И у каждого стоит уже по два, а здесь стоит на переднем стабилизаторе два мощных цилиндра, а сзади стоит один. Вот, и система считается гораздо более продвинута в этом плане. Ну, вот сейчас мы вам покажем это все, как здесь устроено снизу, но заметьте сразу, насколько защищена машина, вот, и причем такая мощная алюминиевая защита, и мало того, еще вот такая вот пластиковая накладочка. По сравнению с базовой, с предыдущей версией, у нового GX углы съезда-выезда сократились, по-моему, на 20 градусов, что намного повысило тоже уфроуд характеристики. Ну, пойдемте по порядку. Вот у нас большой мощный лист, который защищает двигатель. Дальше следующий лист – трансмиссию. Ну, раздатка только у нас остается открытой, но она как бы такая считается выше рамой, но хотя я думаю, что в скорости придумают защиту и на раздатку. И тоже мощный железный лист, защищающий бензобак. Ну, а теперь вот мы покажем вам, вот они, вот видите, передний стабилизатор мощный такой, и вот они с каждого края, вот они, вот цилиндры, такие помпы стоят, что справа, что слева. Ну, в остальном все точно так же, как у Олан Крузера. Ничего не отличается, даже амортизаторы, по-моему, точно такие же. Здесь, кстати, нету каких-то там двухкамерных амортизаторов с байпэсами. Чисто вот, я думаю, что так амортизаторы, что премиум, что в лакшери, что у овертрейл будут одинаковы. Отличия лишь именно вот в этой и к идее ССС подвески и блокировках. Так, ну вот она сама раздатка, блокировка межосевого дифференциала и сзади блокировка заднего дифференциала. Задний стабилизатор, и вот вы видите мощный цилиндр помпы гидравлический на задний стабилизатор отпускать. И здесь вот сама система управления двумя контурами. Передние у нас тормоза четырехцилиндровые, сзади двухцилиндровые. Ну и сзади уже стоит электронный стояночный тормоз. Запаска полноразмерная и точно такой же диск, как и на основных колесах. Вот смотрите, такой у нас черный глушитель. Спрятаны розеточки далеко под бампер. Ну а здесь у нас сам крюк варков. Все, задний бампер, кстати, здесь уже все пластиковое, но даже если вы это повредите, оно легко увидите. Каждая часть отдельно меняется, а здесь уже стоит мощная металлическая рама. Сзади тоже интересно смотрится машина, вот этот вот сплошной. Лампа очень красиво смотрится, у меня черные надписи Lexus. Джек с черной надписью, это, кстати, опциональная вещь. Заднее стекло тоже, как и у Land Cruiser, открывается. Два варианта, вы можете вот поднять заднее стекло для погрузки каких-то мелкого груза или что-то достать по-быстрому, и уже у меня сам, саму дверь, вот так вот. Здесь у нас оборудована ковриками, резиновый коврик, такой тканевый коврик. Здесь у нас небольшая ниша, баллонный ключ. Сейчас мы найдем домкрат, я думаю, что где-то здесь нет. Здесь тоже ниша, вот он у нас домкрат гидравлический. Запаска полноразмерна под днищем. Здесь у нас прицепное расположено, но тут надо пины эти двигать не будем уже. Ну, вот так вот оно закрыто. Овертрейл у нас идет только пятиместный. По желанию вы можете заказать второй ряд капитанские кресла, но это такая редкость уже. Пятиместные. А остальные, премиум и лакшери, идут третьим рядом. То есть, получается, семи-либо восьми-местные, в зависимости от дивана, как вы поставите их. Ну, багажник довольно просторный, ну, по габаритам он абсолютно схож. С ленд-крузером здесь у нас еще шторка есть. Так вот красиво закрывается. Аптечка присутствует, лексусовская, да, тоже такая удобная девайс. Здесь, кстати, музыка Марк Левинсон, это тоже дополнительная опция. Почти 2000 она стоит. 21 динамик и 1800 ватт мощность. Заднее сидение. Давайте посмотрим, во-первых, трансформацию. Вот так вот оно складывается. Ну, это, опять же, в третьем ряду, чтобы было удобно забираться туда. Все. Вот так вот оно складывается, спинка. Ну, здесь понятно, что ровного ряда не будет. Ну, либо мы откидываем его дальше. Это мы уже подымаем. Оно просто прилипает к этому. У нас получается ровный пол. Ну, и вы регулируете по наклону. Здесь у нас никакого ящика нету. Вот. Это сам механизм складывания сидений. Давайте сейчас мы присядем. Вот. Ну, за счет этого механизма вы не можете, как бы, ноги задвинуть под себя. Они упираются. Поэтому, конечно, немножко ограничено ваше пространство. Переднее сидение здесь максимально назад отодвинуто. Ну, смотрите, в принципе, у меня еще хватает места для ног. Здесь все таким пластиком сделано с полугода. По мысли легче. Вот. Поэтому и вот возможность откинуть спинку заднюю, ну, вам, конечно, добавляет удобство. Смотрите, вот. Вы уже более-менее комфортно едете. То есть два человека здесь сядут вполне комфортно взрослых. Здесь еще центральный тоннель. Вот закрыли такой пластиковой штукой. Тут же у нас стоит раздатка. Для электронной блокировки, я думаю, что понадобилось больше просто, больше места. Сзади нету климат-контроля. Здесь вы можете лишь подогрев сидения и по USB. Все. Сама отделка. Ну, кожа, конечно, поинтереснее, чем в Toyota. Вот. Вставки появились такие вот, смотрите, зеленоватые. Алькантара. И, что интересно, здесь нету надписи Lexus. А вот выдавлены таких раз, два, три, девять полос горизонтальных. Я не знаю, что это значит. Вот. Но вообще вот эта вот прошивка, темно-зеленая нитка, это все, наверное, вот как дань овертрейл модельки. Ну, и есть шторки, вот, для задних пассажиров. Вот, в принципе, все. Подлокотник есть, да. С этим. Подлокотник у Lexus не меняется, наверное, с 2002 года. Здесь, повторюсь, опять всегда, когда садишься в Lexus, ты как бы сразу понимаешь, что это Lexus, даже если закрыть вот это лого. По каким-то чертам, я не знаю, тактильно, вот, я вот всегда понимаю, да. И здесь они точно так же не подвели. Я все время, уже который раз, вот, вспоминаю свое разочарование, когда мы снимали Lexus 600, насколько мы его ждали, и насколько было вау впечатление, когда он первый вышел на рынок, первое поколение. И вот сейчас с его изменением, это тоже было третье поколение, блин, насколько они отстали. Здесь, конечно, ребята молодцы, все подровняли, все догнали, вот. Но, как бы, вопросов нету тут никаких, по большому счету. Повторюсь, опять же, это я говорил, тут я не ожидал, как у X5 вот такого вот монитора или у Cadillac, блин, он здесь и не нужен совершенно в этой оффроуд машине. Ну что, ну, во-первых, сидение, очень много регулировок, плюс массаж, плюс вот эта классная подколенная поддержка. Очень удобно, очень комфортно, супер. Говорили про массаж, ну, надо показать, как он работает. Здесь он просит выбрать сидение, либо пассажира, либо водителя. Берем водителя. Все, включили. Ну, и дальше вы выбираете, это у нас, это вы выбираете место, где вы массажируете. Спинка, подушка, оба. Вот только поясница, есть, да. Так, это интенсивность вы выбираете. Вот это максимальное. Этот массаж сверху вниз, этот снизу вверх идет. Вот, наверное, и все. Да, ну, в любом случае, как бы, на... В дальней дороге это приятная опция, дополнение. Руль лучше, чем у Land Cruiser. Мне больше нравится он и помягче, посимпатичней, поэргономичней. Ну, все здесь, как бы, приятно, тактильно. Ну, что, друзья, поехали. Проверимся на Лексусе нашим. Вот, находав дисплее, мы видим, и видим на родном дисплее, когда зелененьким загорелся руль, и как руки на руле, вы в этот момент можете активировать ваш круиз-контроль. Ну, мы, наверное, в городе сейчас активировать не будем. Доберемся до хайвея и проверим, как он работает. Люди до сих пор еще не привыкли к этой машине. И проезжаешь, Маше показывает палец вверх, наверное, она приковывает внимание. Еще этот цвет серый тоже такой интересный, инкагнито. Сейчас наша задача проверить машину на хайвее. Вообще ее динамику. Всегда возвращаешься к тесту лэнд-крузера. Это два автомобиля, можно сказать, в одном сегменте. И два сородича. То есть Toyota, Lexus, все мы знаем. Это как бы одна семья. Зачем они сделали вот эту такую конкуренцию друг к другу? Ну, понятно, Lexus более лакшери. В комплектации Overtrade вы получаете реальный внедорожник в лакшери комплектации. Чего на рынке вариантов таких, я думаю, немного. Чем будут руководствоваться потенциальные покупатели, выбирая Lexus или GX или Prado? Это вопрос. Ну, вот сейчас, я думаю, что основной ответ будет этот двигатель. Потому что здесь у нас B-Turbo шестерка. 3,4 литра объемом 350 лошадей. Toyota это у нас был 2,4 B-Turbo Hybrid. Вот. И, конечно же, немножко ему не хватало. Здесь двигатель по-другому себя ведет. И ты это сразу ощущаешь. Он не так надрывается, он гораздо легче принимает обороты. Так, ну что, давайте попробуем круиз. Включили мы круиз-контроль наш, адаптивный. Убрали мы руки, видите, и машина сама входит в поворот. Ругается. Ну, вот, вот, вот работа адаптивного круиз-контроля. Ну, это, то есть, оно сразу вот видит четко разметку. Видит впереди идущую машину. Вот он притормозил, сбросил скорость. И вот он говорит, пожалуйста, возьмите за руль. Так, хорошо, мы хотим повернуть. Сам повернет он или нет. Вот он удерживает машину в полосе. Ну, нет, сам он не поворачивает. Он лишь подтормаживает. Все, сейчас он наберет нашу скорость. Окей, надо. Принцип мы поняли во всяком случае. Ну, что, двигатель, ну, мое мнение, совсем по-другому работает. И разница-то там небольшая у нас в лошадиных силах. Потому что, если мы сравниваем с лэнд-крузеровским четверкой двигателем, у которого берется в расчет еще мощность электродвигателя, да, электробатарейки, у нас там разница получается, если я не ошибаюсь, 30 даже меньше лошадиных сил. Шестерка ведет себя совсем по-другому. Ну, вот, вы чувствуете как бы этот запас, я не знаю, и нету каких-то там рева на повышенных оборотах. Совсем по-другому машина работает. Сейчас вот он так рычит у нас больше, потому что мы перешли в спорт режим, и настройки двигателя, и настройки коробки поменял, да. Если для вас это важно, то, наверное, я бы, конечно, брал GX. Мы обязательно сделаем сравнение и поставим и GX, и Land Cruiser. Будем говорить об их обоих. Как говорится, поговорим о плюсах и минусах каждой из моделей. Сразу вот он подъезжает перекрестку, показывает вам знак стоп, причем он и на основном водительском дисплее, и на проекции он показывает знак стоп, что вы его, ну, не проедете мимо. Ну, а так все оформление, в принципе, очень схожо с Land Cruiser. Та же приборка, тот же экран, но здесь он по-другому обыгран. Вот. Ну, конечно, материалы здесь приятнее. Вот ты садишься, берешься за руль, и говоришь, вот я уже в Lexus. Это сразу чувствуется, вот эти вот фамильные черпи. Хотя Land Cruiser тоже не подкачал, и отделка тоже там поинтереснее стала, чем по сравнению с обычными Toyota. Ну, здесь вот, конечно, кожа, прошивки, вот эти вот, алюминия отделка. Ну, приятно. Все вот, как бы, когда садишься в Lexus, сразу чувствуется, да, что это Lexus. Хотя я все время вспоминаю наш не так давнешний обзор Lexus, флагмана Lexus, самого большого SUV, самого Luxury SUV, который стоит там уже 120 тысяч, дорогой версии. Ну, было, конечно, разочарование мне. Сейчас они молодцы, подогнали, подтянулись, все, как бы, более технологично стало. Все равно вот эти воспоминания, и до сих пор он продается, когда люди говорят, я хочу себе, ну, вот, мои знакомые там, взять Lexus и говорят, Балин, за что? За что платить такие деньги? Просто не стоит того. Эта же модель, конечно, ну, вот просто радует. Я повторюсь. Давайте вот посмотрим, у кого из конкурентов, кто может предложить вот такое сочетание, да, вот таких вот всех оффроуд характеристик, блокировок, защиты, подвески, всего-всего-всего, и сочетание Luxury. Ну, мне сразу на ум приходит это Мерседес, Глинваген, но там другая ценовая категория совсем. Land Rover, Defender, Ford Bronco, хотя вот, наверное, Ford Bronco, да, и как раз в хорошей комплектации, в такой ценовой категории, но все равно Lexus и Ford, как бы разные вещи, да, Jeep, ну, вот, вот, наверное, все, что я могу, как бы, сходу вспомнить. Ну, поэтому, я думаю, что поклонников будет много в этой модели. И я повторюсь, вот тут лишь для себя выбрать, что вы купите, либо Prada, либо Lexus. Повторюсь, у нас это комплектация Overtrail Plus, то есть это самая оффроуд комплектация, и плюс сюда добавили все-все-все, можно сказать, luxury, luxury функции. Здесь у нас уже есть массаж сидений, очень тоже важная вещь. Ну, вот, в принципе, все luxury опции здесь имеются. Все электронные помощники тоже здесь присутствуют. Режимы вождения меняется оформление дисплея, ну, естественно, все настройки тоже меняются. Глушки, теперь здесь так по-спортивному в любом случае настроен, так рычит. Ну, смотрите, здесь какая дорога убитая напрочь, и так она вот подвеска все это хорошо съедает, вот так достаточно мягко. Мы сегодня снимаем наши видео, праздничный день у нас 4 июля, день независимости Америки, наверное, самый, самый большой праздник здесь. Все наряжено, флажки везде, сегодня салюты будут, гуляния. Смотрите, этот какой большой праздник. Кстати, здесь выставили эти старинные машинки выставка. Ну, во-первых, здесь такое мультиконтурное сидение, хорошая подколенная поддержка, вы можете выдвинуть прямо очень далеко эту подушку. В принципе, удобно сидеть, хорошая настройки. Как мы говорили, очень вот здесь такой приятный пластик, даже сверху очень мягкий такой приятный пластик. Здесь на ручках посмотрите, какая прошивка здесь идет красивенькая, сама отделка под алюминий, здесь под такое черное такое дерево. Ну, в общем, садишься, конечно, сразу же понимаешь, что это Lexus. Все остальное в принципе очень похоже, все время мы возвращаемся на Toyota Land Cruiser Prado. Оформление, экрана, меню похоже за исключением некоторых функций, но мы их вам покажем здесь. Давайте, наверное, по порядку, ну, давайте, коль мы сейчас на этой страничке, у нас выбор режимов вождения. Этот выбор режимов вождения доступен для каждой модели из Lexus, да, но кроме выбора режимов вождения, у нас есть еще Multi-Terrain, это выбор дорожного покрытия, по которому вы едете, и еще есть внедорожный круиз-контроль, так называемый Crawl, это уже, которые доступны только Overtrail комплектации, то есть действительно такие оффроуд функции, блокировки межосевого дифференциала и заднего дифференциала, это тоже только у Overtrail. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть режимов вождения, Sport S+, Sport S, Normal, Comfort, Eco, и есть Custom режим еще, вот Custom режим, то есть вы можете под себя отрегулировать, что вы регулируете, Powertrain, Powertrain это у нас двигатель и трансмиссия, вы можете выбрать три режима, Power, Normal, Eco, как вы хотите, дальше, Suspension, подвеска, то же самое, Sport, Normal, Comfort, рулевое управление, Sport, Normal, и Air Condition, Normal, и экономичный, то есть вот вы такой Custom режим для себя создаете, пробуете в различных вариантах, каких вам более комфортно, его зафиксировали, выбрали, все, вы на этом режиме будете ездить. Давайте сразу пойдем дальше, Multi-Terrence, здесь у нас автоматический, то есть автомобиль сам в зависимости от, тут стоят датчики на амортизаторах, вот сокращение амортизаторов выберет правильный режим, либо же вы выбираете сами, Dirt это ну как гравейка по-нашему, Sand это песок, мат это грязь и Deep Snow, то есть в зависимости от выбранного режима будет выбрана и работа двигателей, работа подвески, работа коробки. И последний режим, это у нас кнопочка Duck Crawl, это так называемый внедорожный круиз-контроль, вот, и здесь, вот в этой же шайбочкой вы выбираете скорость, какую вы хотите, чтобы ваш автомобиль держал эту скорость, вот тут можно от 4-х миль, от 4-х километров в час до 30-ти километров в час, все, вы выбрали скорость, дальше вы уже, как говорится, про педаль газа забыли, и все, действуйте только педаль тормоза, если вам надо подтормаживать, хотя она будет держать соответственную скорость, и чисто сосредоточиться на рулевом управлении, и вы знаете, что ваша машина не забуксует где-то, и это работает как на ровной поверхности, еще она как контроль движения на спуске, точно так же она на спуске будет контролировать вашу скорость, но это полезная вещь для оффрода, очень, здесь, в принципе, точно такая же картинка, как и на Toyota, здесь показывают, как ваши тормоза работают, здесь показывают, как ваш газ, скорость набирается, и здесь показывают, какие блокировки у вас включены, ну и так же ваши углы наклона, горизонталь, вертикаль, что еще, здесь вы видите климат-контроль уже у нас, здесь ушли физические кнопки, остались только вот кнопки регулировки температуры, это очень интересно, они тоже так строили их, как в Range Rover, все остальное сенсорное, даже вот вы видите, скорость работы вентилятора, сенсорная, вот у нас только остались кнопки регулировки температуры и кнопка громкости, все, ну и вот две, это подогрев, зеркал и стекла, это задняя, это передняя. Lexus сделал такую функцию, интересную, включая авто, бам, они назвали это климат-консьерж, то есть система понимает наружную температуру, влажность и в зависимости от этого она сразу же принимает нужную температуру в салоне, какую нужно поддержать комфортно, вот, и сразу же все настройки делает, ну и еще что-то тут у нас есть, ага, вот видите, вы можете выбрать и оно подаст воздух только на те сидения, где сидят пассажиры, остальные сидения оно как бы будет игнорировать, то есть выберет направление заслонок. С климатом разобрались, дальше, центральный дисплей, центральный дисплей у нас абсолютно точно такой же, как на Toyota Land Cruiser, 12,5 дюймов он у нас, полностью электронный, вы можете менять настройки дисплея, различные его конфигурации, вы можете решить, что он показывает по серединке, справа, слева, ну в общем, абсолютно точно такой же, и менять оформление, естественно, дисплея. Дальше, Head-Up Display, это проекция на лобовое стекло, кстати, это тоже опционально, даже беря Overtrail Plus комплектацию, вот, эта вещь все равно опционально вы за нее доплачиваете. Тоже много функциональная вещь, и карту показывает, и знаки показывает, и скорость показывает, очень полезная вещь. Здесь у нас стоит постоянный полный привод, вы лишь можете выбрать на оффроуд пониженную, переключиться на пониженную передачу раздатки, это все, вы не можете выбрать там автоматический, задний, полный, здесь такого нет, здесь постоянно полный привод. так, электронно-стояночный тормоз, это контроль на блокировку тормоза, это если вы в пробке стоите, чтобы вам не держать педаль тормоза, нажатой все время. Беспроводная зарядка, смарт-ключ, здесь у нас подстаканники, здесь у нас цена 12 вольт разъем, и два USB-C разъема, один для подключения в систему, один просто для подзарядки. Зеркало, кстати, был очень удивлен, мы вот сейчас говорили, у Land Cruiser, который мы тестировали, здесь стоит уже зеркало, которое отражает картинку с камерой, можете работать, либо как в режиме зеркала, обычного, либо в режиме уже монитора. Здесь же этой функции нету, это OverTrail Plus, и функция недоступна, это только для Luxury Plus эта функция доступна, вот такой вот интересный. Люк, то же самое, здесь обычный люк, а панорамный люк может тоже быть только у Luxury Plus. Память настройки сидений зеркал на три настройки, так, и еще я хотел показать, вот, кстати, быстрый доступ к Head-Up дисплею, очень удобно, потому что в Land Cruiser, конечно, пока доберешься, это целая была катастрофа. Ну, и вот здесь мы видим все помогательные системы, которые здесь присутствуют. Land Departure Alert, это контроль движения по полосе, Intuitive Parking Assist, то есть машина-самовоз запаркуется, если нужно, контроль движения слепых зон, Safe Exit Assist, если вы вдруг выходите где-то на дороге, вам просигнализирует, что едет машина за вами, Rear Cross Traffic Alert, если вы сдаете задним ходом, просигнализирует, что есть автомобиль, Rear Camera Detection, тоже при сдаче задним ходом вам просигнализирует о пассажирах, Pre-Collision System, Driving System, Proactive Driving Assist, Road Sign Assist, полный набор всех электронных помощников здесь уже будет включен, это по-моему даже в самой дешевой комплектации этот набор уже будет, Cool Bucks не показали, вот смотрите, здесь есть холодильничек, кстати, в Toyota у нас тоже был холодильник, и вы можете тут какие-то напитки охлаждать, 81 528 долларов американских это заводская цена, но купить их тяжело, очередь 3 месяца на эти Lexus, поэтому дилера хотят за них больше денег и сейчас вырывают, вот у нас 75 900 Overtrail Plus комплектация стоит базовой версии, и здесь добавлен шторка багажника, Mark Levinson музыкальной системы 1140, карточка вот эта Smart Key 375, проекция 900 долларов, 170 холодильник, Traffic Jam Assist, предупреждение о трафике в движении, это стоит 620 долларов. Так, ну что, друзья, мы сегодня постарались вам подробно рассказать про эту новинку, я повторюсь, очень долго ждали этот автомобиль, много заявок, много запросов, мы вот заказали еще буквально, я думаю, что в течение июля-августа у нас будет несколько машин, поэтому, если вам понравился этот автомобиль, интересен, все наши контакты в описании, обращайтесь, любым удобным вам способом, а мы вам посчитаем, мы дадим самые конкурентные условия поставки такого авто непосредственно ваш, ваш регион, мы постоянно ассоциировали его с, его с обратом Land Cruiser Prado, повторюсь, мы будем делать большой сравнительный обзор в следующем выпуске, ссылка на Land Cruiser Prado Test Drive и обзор вот здесь в описании к этому видео, все, спасибо большое за ваше внимание, обязательно пишите в комментариях, как вам понравилось это видео, как вам нравится сам автомобиль, конечно же, ставьте лайки, не забывайте подписываться на нас, все, спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok